В минувшие выходные лабытнанские школьники прошли экзамен на выживание в экстремальных условиях. Пять команд боролись за звание сильнейшей на полосе препятствий. Юным туристам предстояло справиться с десятью этапами. Маршрут выживания растянулся почти на один километр. По протоптанным тропинкам прошлась и наша съемочная группа. Светлана Кель о том, какой ценой достигается победа. До старта, а его лабытнанские школьники ждали целый год, остаются считанные минуты. Собравшись у костра, участники туристического слета вырабатывают свою тактику и стратегию игры на выживание в экстремальных условиях. Физическая подготовка, вера в себя и уверенность товарищей по команде, считают молодые люди, должны привести их к заветной победе. В силах, в уверенности, с позитивным настроем готовились, участвовали в том году. Поэтому в этом году должны занять какое-то место, лучше первое, конечно. Ну а в прошлом году как себя проявили? Ну в прошлом году проявили не очень третье место, в этом году хотим подняться на первое. Мы первый раз, нам это интересно и мы хотим все попробовать. У нас появился азарт и мы хотим первое место. То, что участники полны решимости на словах, это понятно. Осталось проверить их на отделе, а если быть точнее, то на маршруте выживания. Первыми к прохождению испытаний на выносливость приступила команда пятой школы. На этапе маятник главное удержать равновесие на натянутые веревки. Страховочный трос может уберечь от травмы, но не от самого падения. Веревку сразу держишься, держишь. Плохо натянутая веревка на маятнике стала причиной фиаско сразу двух участников. Их падение принесли команде первые штрафные баллы. В такой ситуации самая важная поддержка и понимание товарищей по маршруту. Ну я их поддерживаю, конечно, чтобы они все смогли. Давай, подгоняй, давайте быстрее, быстрее, пацаны, молодцы. Вот так они проходят все, они побежали. Судья этапа Василий Скорбогатов сам в недалеком прошлом выпускник школы выживания. По мнению бывалого туриста, главная ошибка ребят – это погоня за убегающими секундами. Внимательность. Внимательность, чтобы не упасть в импровизированный овраг и не получить за это штрафы. Когда бегут, на это даже не смотрят, не заморачиваются, а получают за это штрафы. Веревочные этапы, прыжки через кочки, стрельба из винтовки, разжигание костра и метание гранаты. Все это ребятам, конечно, не ново. Многие из них уже не первый год занимаются туристическим многоборьем. Но все же определенные подвохи и сюрпризы судьи им постарались приготовить. Если в прошлом году, можно сказать, мы им создали тепличные условия, за ручку провели к каждому этапу, показали, как его проходить, где какие препятствия. В этом году просто была закопана в сугробе карта. Они должны были эту карту с помощью GPS-навигатора найти и следовать уже по карте. Но ситуация осложнилась тем, что GPS-навигатор на холодном воздухе разрядился. И он был, оказывается, один только у судей. Сами команды не подготовились к этому. И поэтому все шли вслепую. Груз ответственности за честь родной школы накладывал свой. Не совсем положительный отпечаток на результаты прохождения участниками этапов. Да и сами ребята признались, что в спешке допускали ошибки. Хотя готовились к соревнованиям на протяжении месяца. Было тяжело бежать, но задания мы выполнили успешно все. Были несколько штрафов, но все равно мы справились. Штрафы за что давали? Штрафы? Ну, за кочки споткнулись некоторые. Потом за костер там тоже немного, ну, много времени потратили на разжигание костра. Ну, а проблема разжечь костер была в чем? В том, что ветер либо что? Нет, ветра в принципе не было. Просто веревка была слишком высокой, а дрова были маленькие. Пришлось долго разжигать, чтобы пламя поднялось. Десятиэтапная эстафета закончилась проверкой на умение оказать первую медпомощь пострадавшему. Последнее это испытание проходит команда первой школы. По легенде, в лесу с одним из участников произошел несчастный случай. Девушка повредила колено. Молодым людям предстояло наложить шину на сломанную ногу и перебинтовать ее эластичным бинтом. Строгая жюри следит за качеством работы и за тем, каким способом подростки будут транспортировать пострадавшую. К финишу команда первой школы пришла уставшая, но довольная. Позади почти километр пройденного пути со сложными этапами и испытаниями. Вроде нормально пробежали, сейчас узнаем результаты. Так что понравилось всем. Еще раз приедем. Только устали. Устали, почему бегать устали? Нет, после гробовом просто бегать сложно, а так нормально. В начале соревнований команда первой школы громко и уверенно заявила о себе и своем настрой на победу. Ребята не прогадали. Им понадобилось 26 минут, чтобы преодолеть полосу препятствий. Это лучший результат соревнований. Третьей школе не хватило всего 78 секунд, чтобы обойти лидеров. Замкнули тройку призеров и гимназисты. Кстати, все этапы они прошли за 25 минут. Правда, допущенные ошибки стоили им 9 штрафных минут. Своими результатами лабытнанские экстремалы доказали, чтобы успешно преодолеть туристический маршрут, необходимо в первую очередь преодолеть себя. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова